Здравствуйте, друзья! Вы смотрите фестивальное телевидение Гогольфеста. Меня зовут Александр Стасов, я продюсер сайта Культ Простер. Сейчас приятный момент общения с двумя братьями Радзетскими. Это Дмитрий Радзетский, это Сергей Радзетский. Два музыканта, которые участвуют в больших и малых проектах, которые взрывают музыкальную общественность Киева и не только. Скажу вам больше, через одно рукопожатие эти джентльмены знакомы самим Джоном Ленноном. Хотя бы потому, что как-то в Киеве они выступали со стикманом Тони Левином, музыкантом Кинг Кринстон, который выступал и с Питером Габриэлом, и с Пинк Флойд, и с самим Джоном Ленноном. Так что у нас крутые парни, затеявшие интереснейший проект в рамках этого Гогольфеста. Что за проект? Спросим у Дмитрия. Добрый день. Собственно, Украинский импровизационный оркестр, который сегодня прозвучит на Гогольфесте, это его дебют на этом фестивале. И мы к нему специально готовились. И благодаря агентству новой музыки «Ухо» и коллаборации с сценографами у нас есть возможность сегодня создать такой аудиовизуальный проект в серии концертов аудиовизуальных проектов в этом Гогольфесте. Что сказать? Проект очень необычный, очень масштабный. У нас уже были несколько таких масштабных концертов. В частности, в апреле месяце было выступление на книжном арсенале в составе 80 музыкантов. Сегодня будет 25, но это не менее интересно, а даже в каких-то элементах может быть еще необычный. Произведения специально написаны для выступления здесь, на Гогольфесте? Да, поскольку все-таки это импровизационный оркестр, называть, что написано, это немножко двоякое состояние, потому что музыканты музыку создавать будут прямо на сцене, прямо сейчас, здесь и сейчас. Есть только оговоренные несколько элементов, о которых мы понимаем, где мы находимся, что нам надо сделать дальше и к чему мы должны прийти. Вот, собственно, это и вся концепция нашего выступления. Но музыкальный материал всегда будет разный, сколько бы мы ни играли. Наполнение будет разное, и эмоции будут разные, потому что как нас слушает публика, вот этот фидбэк, как мы ощущаем акустику, потому что здесь акустика очень специфическая и необычная. И, между прочим, это сегодняшнее произведение, в частности, создавалось конкретно под эту акустику. Вот, поэтому вот... Что Вы задаете музыкантам? Настроение, тему? Скорее настроение, потому что все именно в такой импровизации, это не джазовая импровизация, это импровизация, скорее, свободная и авангардная. Здесь все идет, в первую очередь, от настроения и от эмоций, от душевного состояния, которое переходит в звуки. По какому принципу здесь подбирались участники? Ну, в целом, участники оркестра — это музыканты, которые знакомы с такими понятиями, как свободная импровизация, джазовая импровизация, рок-импровизация, академическая импровизация, академическая музыка. То есть все жанры связаны, скажем, с интеллектуальной музыкой, с профессиональным музыцированием, с современной академической музыкой. Вот, и поэтому, в принципе, все музыканты немножко знают этот жанр, и вот по такому критерию мы собирались, знакомились и работаем в дальнейшем. Перечисленные критерии означают о том, что тут, по сути, должны собраться музыканты высшего класса. Так и есть. Да, это музыканты высшего класса, я не постесняюсь этого слова. И на самом деле я, как для такого коллектива, мне очень приятно и лестно, что очень многие корифеи джаза и академической музыки согласились сработать в нем. И это определенный уровень коллектива. Я стараюсь его поддерживать, мы стараемся его поддерживать. В общем, вот так. В чей адрес сможете отослать похвалы медовые? Ну, чтобы никого не обидеть, лучше не буду этого делать. То есть есть опасность забыть кого-то? И опасность забыть кого-то после концерта в 80 человек, есть опасность даже кого-то не вспомнить в лицо, понимаете? Но это, скажем, издержки такой работы большой в коллективах. Поэтому упустим этот момент, пройдем деликатно. Большое количество проектов, в которых вы участвуете, сольных, совместных, групповых, это показатель того, что в Украине музыка не приносит коммерческих каких-то результатов. Поэтому вы можете себе позволить экспериментировать. Или я ошибаюсь? Давай я, наверное, попробую ответить на этот вопрос. У нас просто изначально с самого детства закладывалась такая тяга и специфическое желание реализовать все свои идеи, какие бы они ни были. Из-за того, что у нас есть большая фонотека, и мы слушали, начиная от баха и заканчивая современной академической музыкой, тяжелым роком и современной просто танцевальной музыкой, соответственно, все эти флюиды рождались, какие-то идеи, и хотелось их реализовать. Поскольку реализовать это все в одном проекте, это будет просто каша, и это будет постоянно, ну, как пластилин, который мнется, и все время выглядит по-разному. То есть и тот же публик никак не появится у этого коллектива, потому что сегодня такой, завтра другой. Соответственно, мы все эти идеи не консервируем, мы пытаемся их сразу реализовать, но под каждую идею есть свой проект. Проект для тяжелой музыки, проект для эмбиента, проект для современной академической, для импровизации, для джаза. И, соответственно, идея рождается, и ты в процессе ее рождения начинаешь сразу обдумывать, в какой ее проект реализовать. Сразу туда пускаешь в работу, и так дальше. Публика, концерты. И понеслась. Да, то есть никакие идеи не консервируются, и это, в принципе, залог, не говорю, что успеха, но это залог творческой реализации от каждого из нас как индивидуума и нашего дуэтного творчества, потому что у нас ничего не застаивается, мы сразу все выдаем. А, в принципе, мы работаем, у нас это идет под первым номером, реализовать все идеи. А финансовая и вот эта шоу-бизнесовая, всякая техническая эстезия, это уже как бы вторично. Вторично. Потому что, опять же таки, в первую очередь для нас это реализовать идею. Есть цель «Не вижу препятствий». Это про вас? Ну, в каких-то проектах это присуще. В частности, такой оркестр, опять же таки, когда он начал, вот у Димы появлялись такие мысли реализовать проект, в котором будет 25 и больше человек, то появлялись какие-то скептические такие мнения по поводу того, будет ли это нормально востребовано, будет ли организаторы откликаться, потому что это же 25 человек, это же надо организовать и гонорар, и проживание, и питание, и проезд. А это намного больше гонорар, чем для того же проекта, как у нас есть два человека. И, ну, попробовали, с чем черт не шутит. А сейчас так получилось, что это самый востребованный проект из всех наших. За последние, в принципе, полгода 3-4 выступления. Ну, в таком составе, причем с каждой разной программой. То есть это тоже музыка не повторяется, но она и так не может повторяться, поскольку это импровизация. Ну, вот казалось бы, за прошедший месяц это 3-е выступление оркестра. На нормальном уровне, на 3-ем, и все они фестивальны, и все с гонораром, и все, то есть все довольны. Есть мнение, что у творческих людей раздутая эго, как можно совладать с таким количеством? 25-80? Это, наверное, зависит от конкретно взятого человека, от конкретно взятого музыканта. Ну, а там уже воспитание, образование, круг общения, даже музыкальный вкус на это влияет. Мне кажется, это все личностный фактор. Потому что бывают люди, которые вот эго-эго, и он в итоге в дуэте играет, или вообще соло. А бывает такое, что человек совершенно в чем-то, как-то спокоен, нормален, как мне кажется, и выступает с оркестрами, и так далее. У тебя страшный порядок на пепитре. У меня такое впечатление, что это очень организован. Для творческих людей это редко, когда применимо. Ну, на самом деле, это кажется только организованно. Там, на самом деле, всего-навсего пару слов, для того, чтобы это не вышло за рамки, просто не перешло в какофон. Это все. То есть играть там негромкой динамикой, с мягкой музыкой. Все. И это уже, в принципе, на самом деле, это уже очень широкое понятие. Музыкант может делать все, что захочет в пределах всего лишь от этих двух терминов. Мягкая музыка и пиано. Все. Кто-то воспринял ответ, как именно конкретно пепитр. Да. А Саша имеет в виду, наверное, общую жизненную какие-то вот... Ты про сегодня? Да. Ну, залог, у нас такой залог успеха, чтобы все успеть и все реализовать, надо это все четко упорядочить. Да. Структурировать. Как говорил Филипп Филиппович Преображенский. Всюду успевает тот, кто никуда не торопится. Редкий случай, когда дирижер бывает хорошим менеджером. Мне тут подсказали о том, что ты предоставил схему рассадки оркестра, причем это сделал заблаговременно, и организаторы уже от этого факта были приятно шокированы. Ну, я просто понимаю, что если пустить эти все моменты на самотек, то будет просто, ну, не литературным языком выражается лажа. И уже были пару прецедентов, когда я немножко, чуть-чуть пускал на самотек, из-за, скажем, из-за, ну, не успевал, пятое-десятое. Вот где-то что-то упустил, и все. Дальше, как говорится, знаешь, как снежный ком, одно за другое, пятое-десятое. Поэтому я решил свою часть выполнить максимально добросовестно. Мы с Сережей все продумали, просчитали техрайдер, рассадку по сцене, музыкальную программу. И со своей стороны мы сделали все, что мы могли. Дальше уже, как Бог даст. Да. В ближайшее время после Гугольфеста у вас случится проект с музыкантами Океана Эльзы. Что это за проект? Ну, была такая идея, реализовать ее удалось именно с этими музыкантами, потому что нашли очень хорошую. Какая идея? Идея была реализовать музыку Pink Floyd, не просто переиграть, как вот существует очень много тенденций к кавер-шоу, кавер-пати, просто переиграть на ноль, а сделать свои авторские фантазии в рамках определенного одного из наших проектов. Это в данном случае проект Супремус. Это экспериментальная джаз, авангард музыка. То есть импровизационный оркестр первоначально произошел, скажем, из этого Супремуса. Сейчас оркестр уже ответвился, и Супремус уже, скажем, уже играет меньшими составами немножко и иную музыку. Ну вот, в рамках Супремуса появилась такая идея. Сошлись на очень приближенных музыкальных вкусах и любви к этой легендарной группе Pink Floyd с Денисом Глининым, барабанщиком, и Милышем Еличем, клавишником. Ну и вот, еще два месяца до концерта, мы уже упорно репетируем, собираемся, выделяем время. Да, и концерт, что не менее немаловажно, он будет проходить в Киевском планетарии, и долго думали над площадкой для этого концерта, потому что музыка Pink Floyd, особенно ту, которую мы будем исполнять, экспериментальная, психоделическая, и хиты будут. Она, естественно, очень образная, и выступить где-то в обычном зале, рок-зале, академическом, это будет совсем не то. Поэтому мы выбрали максимально такую космическую тематику и, естественно, первое, что нам пришло, планетарий. Я посмею предположить, что вы уже переросли тот возраст, когда вам хочется попасть в какие-то коммерческие форматы, реализовать проекты, которым люди будут прихлопывать, подпевать. На что вы живете? Приносит ли то, чем вы увлекаетесь, то, что вы искренне любите деньги? И достаточно ли их вам? Ну, на самом деле, вся жизнь это музыка у нас, и у меня, и у Сережи. И, в принципе, если мы не занимаемся концертной деятельностью, которая приносит прибыль, мы занимаемся педагогической, музыкальной деятельностью, звукорежиссерской деятельностью. То есть, в принципе, работаем по специальности, и при этом реализуемся не только на сцене, а еще и в педагогике, в звукорежиссуре, в монтаже своих же концертов видео, аудио, сведений. Поэтому, в принципе, все это и составляет наши, в принципе, средства к существованию. Ну, как бы еще сложилась такая схема, и она последние пару лет как бы дает возможность не то, что барствовать, но просто существовать на нормальном уровне. Это какое? Есть какая-то там определенная работа у Димы и у меня, которая не занимает особо много времени и не противоречит нашему музыкальному воспитанию и музыкальным умениям и способностям. Все. А все в дальнейшее свободное время мы уделяем, конечно, музыку, реализации всех этих проектов. А то, что ты говоришь с возрастом, то у нас, в принципе, никогда не было такой тяги пытаться делать что-то коммерческое. Да, но поскольку выросли в музыкальной семье отец преподаватель консерватории Юрий Розетский, то, в принципе, он всем своим и воспитанием, и жизнью, и деятельностью он показывает нам пример в том, что мы должны заниматься музыкой. Ему это очень хотелось, он этому хотел научить нас, научил, и мы продолжаем это же самое. Еще такое просто маленькое наблюдение, ну, в процессе музыкальных и гастролей, и фестивалей появляется еще с начального этапа, когда мы только начинали. Было очень много знакомых музыкантов, которые играли тоже авторскую музыку в своих коллективах, и даже чем-то выделялись, играли чем-то оригинальные проекты, очень много таких музыкантов. Но вот пару лет, грубо говоря, бились лбом какие-то фестивали, которые кто приглашали, то нет, а концертные площадки, связи с арт-директорами, с которыми не всегда находили общий язык. И вот это все, их затраты на репетиции, самопроезд и тому подобное, они в какой-то момент, видать, упирались в тупик и решили что-то менять. Они уходили, кто в коммерцию, кто просто в сессионные какие-то дела, кто в кавер-группы. А на все авторское они как бы ложили, закрывали дверь. А потом бывает, у них и там не сложится, и как бы и сессионных гитаристов много, и басистов, и там все уже ниши заняты, а в поп-музыке так пробиться еще тяжелее, а в тяжелой музыке там тоже уже своя ниша выработалась. И все, и там уже нет дороги. Они пытаются вернуться назад и как бы возродить то, чем они как бы были хоть чем-то цены, а уже как бы момент утерян, и уже и то не получается, и там не задействованы, и там. Вот поэтому, как бы глядя на это все, все-таки пытаемся выработать свою стратегию, все-таки вот ну не то, что не передавать, но как бы быть честными перед собой, чтобы потом не говорить, а вот я тыкнулся сюда или мыкнулся сюда и потерял момент, и все. Поэтому мы реализуем только свои проекты, только своей авторской музыкой. Даже не то, что прям свои проекты, а скорее пытаемся реализовать свой внутренний мир. Вот то, что есть какие-то устремления, желания, потому что, если вдруг, в какой-то прекрасный момент захочется записать альбом просто хорошей, популярной, мелодичной, красивой поп-музыки, если у нас будет это в душе, значит мы это сделаем, и не важно, как это будет воспринято. То есть, если есть такая потребность, все зависит от того, что в душе и в голове. Вот, и мне кажется, это должно быть просто творческим кредо для любого музыканта. Для себя так, я точно себе так поставил, а уже дальше время рассудит. Что бы Вы посоветовали ребятам, которые хотят реализовать невероятные проекты, или хотя бы выступить на такой большой сцене крупнейшего фестиваля современного искусства? Ну, сам мы и по себе помним, и вообще, и уверен, 90% тоже, когда появляется какая-то неординарная идея, и с какими-то сразу смыслами, как и реализовать, где и как, очень много еще сидя дома, или на диване, или за компьютером, где эта идея появилась, уже начинают воспринимать кучу негатива, с чем они столкнутся в процессе реализации. Вот тут сразу появляется какой-то пессимизм, и пропадает вся смелость, и вся эта идея или рассасывается, или приобретает максимально обычный вид, с которым ее можно будет где-то реализовать. Соответственно, какое крыло? Надо быть максимально смелым, и быть преданным, и любить свои идеи. В каком виде она родилась, в таком ее пронести, через все эти невзгоды, через все эти трудности, и тернии, и донести, через расстояние, да, попытаться донести вот до таких сцен, до таких фестивалей. Дима, каково вот, когда ты дирижируешь оркестром, и понимаешь, что от взмаха твоей руки вот сейчас зависит то, что сделает твой старший брат? Ну, мне многие спрашивают, как удается вообще манипулировать таким большим количеством профессиональных музыкантов, с которыми, с большинством на «вы». Вот. Ну, на самом деле, здесь, вот конкретно в импровизационном оркестре, здесь фидбэк от дирижера и музыканта. Музыкант генерирует идеи дирижеру, я их подхватываю, скажем, происходит какие-то метаморфозы, и я их дальше генерирую остальным музыкантам. То есть, я точно такой же участник оркестра, как и все остальные. Вот. Но, если говорить о каких-то более, скажем, личностных элементах, вот у меня сразу, когда оркестр появился, вот, во-первых, репетиции, групповые, полным составом, все, ну, одно впечатление. Когда, перед концертом, прогон, репетиция, я собрал, вот, и мы так, Сережа, стоим, смотрим, что с ними делать. просто можно, и так далее. Поэтому, собственно, это Фрэнк Заппо. То есть, вы такие деликатные, что вы боитесь сказать «это», то есть, литератургазм, правильно? Нет, скажем, более, более, скажем, сакрам... А ты после встречи думаешь, хорошо это или плохо. Да, то есть, что же это было в итоге? Ну, если припомнить классику, я тогда вам желаю музыкальных удовольствий без раскаяния, как говорил Толстой. Спасибо.